Приветствую вас, Виктория, было бы здорово, здорово, если бы вы задали бы вопрос свой, ну то есть вот, собственно, чего вы хотите от психологов, что ваш вопрос, потому что ситуация это ваша ясна, а вот что вы хотите с ней делать, не совсем понятно, вот, а без этого не очень возможно вам помочь, вот, точнее я бы сказал, что, наверное, вообще невозможно вам помочь, без понимания того, ну, без понимания того, что вы хотите от психологов конкретно. Вот, поэтому, первое, что я предлагаю, это все же, вот, обратить внимание на вопрос, какой вопрос у вас к нам, к специалистам, вот, это первое. Второе, да, ситуация сейчас такова, ситуация сейчас такова, что вы действительно переживаете вот некий такой кризис, ситуация такова, что вы действительно сейчас чувствуете определенную кризисную, кризисную историю, когда, по сути, те, те ценности, те цели, с которыми вы жили до сих пор, они перестали вас удовлетворять. Это всегда болезненно, это всегда неприятно, это всегда достаточно трудно, достаточно тяжело, да. Все так, все верно, но вопрос заключается в том, что вы хотите, в общем, в целом, с этим делать дальше, потому что можно оставить все как есть, можно попробовать в ситуации разобраться, можно попробовать лучше себя понять, и можно попробовать не не разрывая отношений, например, с внешним миром, с людьми, не разрывая отношений с вашим мужем, дочерью, тем более, и прочее, прочее, не разрывая всего этого, можно поисследовать ситуацию и постараться ее разобрать. Я не думаю, что это будет слишком сложно и слишком тяжело, я не думаю, что это какая-то невыполнимая задача. На самом деле здесь самое главное только то, чтобы вы сами решились на это, решили, ну, как-то вот над собой поработать, чтобы вы решили как-то что-то поменять. Потому что невдовлетворенность, которую вы чувствуете, она будет дальше, ее будет больше, она достаточно тяжело будет с вами переживаться, и вы будете все больше и больше чувствовать себя несчастным. Поэтому я думаю, что нужно взять себя в руки и во всем разобраться. Почему так вот происходит? Ну, происходит так, потому что человек живет по навязанным ему целям, по навязанным ему шаблонам поведениям, вот, к сожалению. И, собственно, именно по этой причине, человек, вот, оказывается иногда в такой ситуации, как, как вы. Вот. Что, безусловно, очень печально, грустно и хотелось бы, чтобы кто-либо оказывался в такой ситуации, но люди оказываются. Вот. Ну, не определить, почему вы сейчас переживаете по факту это вечерование в том, чего всегда хотели, как я понимал. Чего вы ожидали от этого? Вообще, это то, с чего нужно начать разговор с ожиданиями. То есть, от того, какие у меня ожидания, от того, какие я имею ожидания. В общем-то, многое зависит. Очень многое зависит от того, какие у меня ожидания. И мне кажется, что если вы со своими ожиданиями как следует, поработать, то вполне вероятно, что то, что у вас есть сейчас, вас устроит. Просто потребуется добавить что-то еще. Все. Я лично вижу в том, что вы перечислили. Я вижу проблему. От того, что во всех ваших желаний нет ничего для вас самой. То есть, все это касается других людей. Но где вы во всей этой ситуации? А вот нас, к сожалению, и нет, как раз таки. И, возможно, именно поэтому вы не удовлетворены. Потому что все, что вы делаете, все, к чему вы стремились, все это не было связано с вами. Все это было связано так или иначе с кем-то еще. Но не с вами. А вот лично для себя вы, вероятно, не сделали вообще ничего. Или сделали. Но очень-очень мало. И вот весь вопрос в том заключается, чтобы больше делать как раз таки именно для себя. чтобы больше делать именно для своих желаний. Чтобы больше делать именно ориентируясь, опираясь на свои чувства, на свои потребности. опираясь на то, что нужно вам, а не кому-то еще. А вы этого, судя по тому, что я вижу, этого вы как раз таки не делаете. И потому вам так, собственно, и тяжело. И я бы сказал, что, наверное, любому человеку было бы тяжело не только вам, но и любому, абсолютно любому человеку было бы трудно в вашей ситуации находиться. Ну просто потому, что это настоящее, в общем-то, испытание. Чувствовать себя так, как чувствуете себя вы. Я думаю, я думаю, что примерно такая история, примерно такой ответ можно вам дать. И если вы прислушаетесь к себе, например, если вы не побоитесь раскрыть себя своим желанием, своим чувством, вот. то ситуация может измениться в гораздо лучшую сторону. Ситуация может стать гораздо более веселой, гораздо более интересной, и гораздо более соответствующей вам, соответствующей тому, чего вы хотите, а не тому, например, чего хотят другие. Правда, для этого вам придется перестроиться, и некоторым людям может очень сильно не понравиться то, что вы, например, сделаете. Лучше вам сразу иметь это в виду, потому что люди будут, скорее всего, сопротивляться тому, что вы делаете. И в общем и целом вам придется заплатить какую-то цену за свои желания, свои желания. Сейчас вы, в большей степени, удобный человек, удобный человек для всех, кто вас окружает. Но, как видите, вас это ведет совершенно не в ту степь. Вот, и совершенно вас это ведет не туда, куда вам хотелось бы. И, опять же, я вас прекрасно понимаю, но в определенной степени нужно мужество для того, чтобы решиться на то, чтобы действовать. Так как вот, ну, так как хочется вам именно действовать. Вот, и, в общем-то, я не буду говорить о том, что это легко. Это не легко, к сожалению. Но, если это мне научиться, то потом по-другому вы уже не сможете больше. Вот, такой момент. Я вам дам несколько, точнее, я вам дам задания, практическое, которое поможет вам начать. Какие чувства за целый день вы подавляете себе? Просто, вот, поучтите это. Ну, последите по исследователям. Какие чувства вы подавляете в течение дня? Вот. Я думаю, это было бы весьма полезно для нас, подобная практика. Вот. Потому что, вам самой будет интересно, я надеюсь, исследовать. исследовать себя, исследовать свои переживания, исследовать свои эмоции, исследовать свои чувства. Вот. Ну, для этого нужно быть честным. Для этого нужно быть честным. Если вы не будете честным, то это все не имеет смысла. Учтите, учтите обязательно данный момент. Ну, на этом, я думаю, в принципе, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что это было полезным вам. Не оставайтесь один на один с этой ситуацией. Решайте ее. Иначе вашей дочери может передаться тот же модель поведения. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Героятно. Героятно. Продолжение следует...